Литературный сквер украсила фигуры его создателя. В Иванове состоялся открытие памятника ивановскому фабриканту, меценату и коллекционеру Дмитрию Геннадьевичу Бурыльну, основателю Краеведческого музея. Над созданием памятника работала творческая группа в составе трех человек под руководством ивановского скульптора Игоря Бычкова. Работа ни над одним памятником простой не бывает. Это как ребенок, который постепенно рождается, воспитывается. И порой даже сам в итоге не знаешь, как судьба сложится в этой скульптуре. То есть работа была сложная, но интересная и, я думаю, успешная. Автору проекта помогали московские скульпторы. Отец и сын Александр и Владимир Твердовы работали слаженно и быстро. Время было необычайно сжатое. Работали мы непосредственно в Иваново, приезжали здесь. Ивановские власти нас великолепно принимали, за что им огромное-огромное спасибо. И мы очень счастливы, что вот эта вещь замечательная, замечательному человеку она получилась, состоялась благодаря вот этому нашему тройственному союзу. На открытие монумента приехали многочисленные родственники Дмитрия Бурельна из Москвы и Шуи. Торжественная церемония состоялась накануне 90-летней годовщины со дня смерти мецената и в год 100-летия музея промышленности и искусства. Прямым потомкам Бурельна особенно приятно, что две такие крупные даты отмечены столь важным событием – установкой памятника выдающемуся предку. Не важно портретность хвоста, важно такое душевное состояние. Я думаю, что Ивановцы проводили конкурс, я знаю, было несколько проектов предложено, и они, наверное, выбрали самое правильное, что им по душе. Ну а скульптор воплотили. Преполняет радость и то, что память редко увековечена, а сейчас уже перечислено в виде памятника. Очень приятно, что Ивановцы помнят его, что нашли возможность памятник воздвигнуть. Символично, что памятник Иваново-Вознесенскому меценату создавался на финансовые средства современных жертвователей. Традиции благотворительности, заложенные Дмитрием Бурельным, продолжают жить в Иванове и по сей день. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.